МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система позволяет создавать микроклимат в помещении для хранения препаратов, которые в 50% случаях чувствительны к перепадам температуры. Система полностью автоматизирована. Всем ГОСТам соответствует и система хранения психотропных, а также наркотических лекарств. На склад осталось довести недостающее оборудование и мебель. На сегодняшний день продолжается лицензирование аптечного регионального склада. Планируем, что в конце ноября мы получим лицензию на оптовую деятельность. Также продолжается лицензирование 37 аптечных пунктов и аптек, которые будут работать на территории региона. Обеспечивать лекарствами Ульяновская госаптека начнет с 20 декабря. 11 аптек заработают в областном центре, 26 откроются в районах. Ульяновская государственная аптека должна была прийти на место обанкротившейся сети Ульяновск фармации. Однако на прошедшем совещании по вопросам лекарственного обеспечения жителей региона губернатор Сергей Морозов заявил о начале финансового оздоровления компании. Этот вопрос находится на особом контроле у правительства области. Мы практически сегодня понимаем, где будет каждый человек работать. Либо он будет работать в фармации, либо он будет работать в госаптеке. То есть мы, надеюсь, в ближайшее время выберем пофамильное это все, чтобы у нас ни один человек не остался без нашего внимания. И если вдруг необходимо будет, то и без нашей помощи. Помимо кадров сейчас идет процесс выхода на безубыточную текущую деятельность аптек-сети. Привлекаются партнеры, ведутся переговоры с кондиторами. На начало октября проблемы стояли по 69 аптекам. На 1 ноября решение нашлось по 62. В дальнейшем, как сказал Сергей Морозов, либо это будут существовать два параллельных процесса, либо, возможно, с существованием партнера статистического это будет объединение. На совещании также разбирались с поставкой льготных лекарств. Особо остро до недавнего времени стоял вопрос с лантусом, а также расходниками и тест-полосками. Пробелы были в обеспечении препаратами для населения, страдающего рематоидным артритом. Дело в том, что в этом году из федеральной казны на льготников было выделено на 5% меньше, чем в прошлом. Со слов специалистов, тенденция к сокращению финансирования сохраняется последние три года. Льготами федеральными, подчеркну, воспользовалось в этом году 13 298 человек. А в прошлом году 15 188 человек. Из-за того, что федеральная составляющая неуклонно уменьшается, мы фактически сейчас доживаем уже средства, которые нам федералами выделены. Чего не скажешь о региональных деньгах. В областном бюджете по сравнению с прошлым годом уровень на 20% выше. Масловый огонь, по мнению экспертов, добавляет и постоянно расширяющийся список лекарств для федеральных льготников. Причем многие препараты не зарегистрированы в России, что усложняет процесс закупок. Таким образом, врач выписывает рецепт и делает акцент на оригинальных препаратах, мало беря во внимание так называемые дженерики, разница между которыми небольшая. Кроме тех случаев, когда пациент в действительности не переносит препарат-аналог. Должно какое-то решение найти еще. Либо это закон Ленинской области, либо распоряжение губернатора, либо постановление правительства. Я не знаю, что это должно быть, которое бы отстроило систему. Как это должно работать? Специалисты отмечают, что нужно начинать тщательные работы с врачебным сообществом. Рината Алиулова, Юрий Конихин. Новости Управды ТВ.